Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Очень часто у многих ситуация жена готовит мучь кричить, что пересолена, отказывается, сидит, голодает, она ест, ей не пересолено, даже вкусно, причем она привык к солёному, она наоборот. Что делать в такой ситуации, чтобы не раздевать сыру дальше, эмоции от несправедливости, куда девать? Смотрите. Первое. Значит, если жена готовит мучь кричить, что пересолено, это никогда не про ситуацию в моменте. Это всегда про что-то другое, это всегда про определенное напряжение человека, про определенное настроение его, а, грубо говоря, про определенную готовность, то есть это про готовность кричать. Если человек готов кричать, если человек готов кричать, да, то, там, его может, в принципе, что угодно раздражать, да, и пересоленность – это просто повод, вот. Когда человек отказывается и сидит голодает, это про наголдание и про обиду. То есть я хочу, чтобы ты почувствовал вину. Это про компенсацию, да? Когда человеку нужна компенсация, когда он берет на себя слишком много, вот. Когда человек не чувствительен к своим личным границам, вот. Это не обязательно связано с отношениями с женой, это может быть связано с чем-то другим, но проявляются в отношениях. Вот. Значит, вот вы говорите, что делать, чтобы не раздавать сору дальше? Да, собственно, ничего не делать, вот буквально ничего не делать. То есть, ну, кричит, что пересолено, ну, всё тогда, что, ну, готовь себе сам, вот. То есть важно понимать, что если пересолено, то это не значит, что вы плохая, что жена плохая. Многие же люди, как, если пересолено? Если пересолено, значит, я плохая. Так люди многие думают. Вот. А мужчина, который кричит, он тоже может что-то, ну, что-то такое, что-то подобное думать. И говорить, что вот ты пересолила, ты плохая. Вот. Если люди привыкли, привыкли вот так вести себя, то, ну, да, тут очень серьёзные проблемы, конечно. Нужно вы, нужно выразовывать, то есть это про слияние. Вот. От того, пересолила ты или нет блюдо, зависит то, как я буду хорошо себя чувствовать или нет. Это про слияние. И это про то, на каких основаниях люди устраивают свои отношения. Совершенно не просто так вы говорите о том, что муж и жена. На самом деле нет никакого мужа и жены. Муж и жена – это юридические понятия, которые, в принципе, ну, если и проявляются, то проявляются где-то вот в юридических эпизодах. Взаимодействуют не муж и жена, а взаимодействуют люди, личности, понимаете, личности люди. И если для мужа и для жены настолько важно, кто как готовит, настолько важен уровень пересоленности, это говорит о том, что ни у мужа, ни у жены нет интереса ни к своей жизни, ни к себе самим, ни к их партнёрам. Вот. И возникает вопрос, а что можно сделать, чтобы этот интерес был, понимаете? Если мне интересна моя жизнь, я не буду обращать внимание на такие вещи, ну, пересолено, пересолено, господи. Мне некогда, да? Вот. А люди, как бы, уделяют этому своё внимание, тратят на это своё время, свои ресурсы. Вот. Что касается несправедливости, то это история про оправдание. Несправедливость нужна тогда, когда нужно что-то оправдать. Вот. Например, оправдать нежелание жены готовности, например. Несправедливость возникает всегда, когда человек так же берёт на себя больше, чем ему комфортно. Вот. Как-то так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позвольте вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ПThere вас есть. Продолжение следует...